Рязанцы Концерт для меня удивительный, потому что 7 лет моей жизни прошли в Питере. Питер это моя религия, я там заканчивал военное училище и всякий раз чувствую себя духовно опустошенным. Если хотя бы два раза в год не бываю в Северной Пальмире, просто туда без конца влечет. И всякий раз стремлюсь попасть на концерты Гергиева. Нам сообщили в социальных сетях о том, что будет этот концерт. Классика это в общем-то наше воспитание. Мы вот пока даже в таком возрасте, как мы находимся, мы должны себя воспитывать и все это передавать нашему молодому поколению. Я смотрела много концертов, прямых эфиров из Мариинского театра, там где выступала Валерий Гергиев со своим оркестром. В этом году фестиваль посвящен 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения Модесты Мусоргского. Поэтому можно ожидать, что концертная программа получится по-настоящему богатой и насыщенной. Ежедневно в рамках Московского пасхального фестиваля звучат концерты классической, народной, духовной музыки. Только сегодня эти концерты состоялись в Москве, Гусе-Хрустальном, Туле и других городах России. Сам маэстр Валерий Гергиев прибыл вместе с оркестром Иринского театра из Воронежа. В Рязани он исполняет произведения Мендельсона, Дебюси, Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова. Впечатления огромное количество за эти 18 лет. Действительно очень многое сделано. И это уже многие-многие сотни выступлений. Многие сотни выступлений. А может быть уже и тысячи. В этом году программа Московского пасхального фестиваля длится непривычно короткий срок. Всего 16 дней. Несмотря на это, маэстр Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра уже успели выступить во многих городах России, а также странах мира. Например, в Латвии и Финляндии. 9 мая, в День Великой Победы, на Поклонной горе в Москве, симфонические оркестры Мариинского театра вместе с пианистом Денисом Мацуевым выступили для всех желающих. Может быть в какой-то момент Рязань получит современный, очень акустически совершенный концертный зал. Оркестр Мариинского театра сделал все возможное сегодня, чтобы произведения, которые мы выбрали для исполнения, прозвучали здесь побогаче и как можно более интересным звучанием. Субтитры создавал DimaTorzok День Великой Победы